всем привет вы на канале урал спецтранс ходим с вадимом гуляем по базе что у нас интересного шахманы шахманы вот очередной шахман до нашли удивились и удивились да у него оказывается он не самосвал а внутри там не он самосвал самосвал внутри там самосвал да но он такой специфический самосвал у него установлен некое доп оборудование и вот общий вид как бы самосвал 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 но тем не менее будем вместе смотреть да мы ни разу не видели вот будем изучать видим да видим впервые и так это так называемый кдм это у нас колесная а коммунальная коммунальная дорожная машина до сделано на шасси точнее она не на шасси сделано она сделана на базе самосвала стандартного самосвала шахман с кабиной x3000 двигатель у него 375 лошадиных сил как написано на дверях а двигатель него и чай да и чай vipi vipi 10 вижу сразу что синего цвета мотор если встал красный был бы каменс но здесь нет здесь и чай вот то есть это стандартный самосвал самосвальная установка со стандартным самосвальным кузовом еще мы видим что у него наращенные борта то есть достаточно высокая такая ну достаточно большой объем эта машина 6 на 4 стандартного него исполнение стандарт гускат на шиновка колеса сдвоенной сзади 315 на 80 на 22 с половиной вот рисунок такой него слегка направленный что для колес для коммунальной дорожной машины она конечно хорошо так подогрев у него присутствует но на самосвалах традиционно подогрев стандартно идет завода то есть коробочка есть воздухораспределительно при специально при определенном положении рукоятки то есть либо отработавшие газы идут в атмосферу либо идут на подогрев платформы вот колесо это нормальный держатель запасного колеса это стандартно это сверху лебедка которая просто ее завез за цепь тянешь опускаешь поднимаешь это цепная так называем цепная таль грузоподъемности она написана одна тонна да то есть просто поднять опустить запасное колесо поворотную косину у него нету а таль с цепочку него есть так ну и значит и естественно спереди у него установлен отвал виде такой улиточки которая позволяет чистить дорожное покрытие от снежных заносов то есть автомобиль лишь движется и за счет того что он движется на скорости отвал производит такое заворачивание что ли направлены направленной отвод снега на обочину спереди установлен специальный кронштейн на котором это вся конструкция держится вот для установки кронштейна как бы использовано штатное место здесь у него в в раме имеется место для установки буксирного крюка но вот это было использовано производителем для установки вот этой навески но гидравлический цилиндр который предназначен для подъема и опускания вот это чистящего устройства дорожного ну и соответственно гидропривод гидравлическая гидравлическая линия подведена соответственно управление управление из кабины ну сбоку мы видим что у него есть специальные лапы которые позволяют установить определенное положение ну как бы чтобы он имел некий зазор между дорогой но чтобы не скоблил дорожное покрытие не портил типа лыжи как на лыжах едет ну не только думаю не работал но доехал по дороге где-то вляпался может я группе тогда дорожная работа были мне кажется это битумные пятна что ли но не видно что он работал мне кажется нет это новое изделие вот то есть отвалов у него два на самом деле у него есть фронтальный отвал передний есть еще боковой отвал он установлен задней части этого автомобиля коммунального дорожного автомобиля вот он этот отвал то есть при при движении тут тоже гидролинии подведены гидравлика позволяет его опустить на определенную высоту относительно дороги но и боковой отвала поворачивается тоже на определенный угол зависимости от ширины обочины там или ну зависимости необходимости то есть он 1 но может чистить обочину может одновременно оба отвала работать может работать допустим боковым отвалом ну гидравлическая система она позволяет управлять ею совершенно независимо зависимости от того что нужно какую задачу нужно выполнить я подумала что он нагреб с дороги он все свалил в этот самосвальный кузов нет нет он просто спихнул это нет он это просто спихнул с дороги внутри в самосвальной платформы установлен бункер бункер он так он интересно он да он практически на всю длину вот бункер является самостоятельным совершенно изделием ну то есть сама эта машина она по сути самосвал как есть так и есть все это навесное оборудование она она либо постоянно установлен на этой машине но по сути летом она не требуется так эксплуатации этой машины не требуется поэтому но обычно эти все вещи снимаются автомобиль может эксплуатироваться как нормальный самосвал бункер который в зимнее время используется как емкость для песка через вот видим верхней части у него есть специальные решетки которые позволяют очищать песок который поступает ну который засыпает в этот буркин бункер сверху скажем от крупных камней плюс ко всему слежавшиеся вещи которые песок как правило смерзшийся которые засыпают сюда это через и папа камни падая песок падаю в виде каких-то небольших таких включений он разбивается об эту решетку ну и собственно говоря просыпая осыпается внутрь уже в виде песка не виде каких-то глыб ну что соответственно облегчает работу самой системы но и улучшает вот то есть он сделан съемным в задней части в задней части данного и вот как бы его видно те лапы которые в передней части они вон в кузове лежат их но их можно просто увидеть то есть его можно снять и на лапу установить он уже среди то на базе в уголочке на лапу его поставил он стоит ждет сезона а зимой его подняли лапы ему завернули вот так же и поставили в кузов самосвала и он работает самосвал работает как коммунальная дорожная машина то есть вот вот они лапы задние их можно поднять опустить но как бы сделать чтобы он уверенно стоял ждал своего сезона задней части сделан маячок на площадке установлен значит включением от бортовой сети автомобиля вот фара для освещения скажем он тоже получается рабочая зона вот бункер а ну лесенка вот здесь откидная сделано для того чтобы можно вынимается фиксирующий штифт вот так лесенка опускается то есть оператор или водитель всегда может подняться наверх посмотреть сколько песка засыпалось или сколько осталось как бы контролировать состояние того что засыпано в бункере ну и с правой стороны тут такой небольшой поручень имеется чтоб можно было подняться и все это дело проконтролировать вот в задней части у него есть специальное устройство которое этот песок у нас разбрасывает установлены поперечины вот я предполагаю что на них наверное специально какая-то лента устанавливается ее просто сейчас нету и песочек который загружен загружается в этот бункер сверху он через эту ленту попадает вот задний вот этот лоток и разбрасывается по дороге то есть мы ее сейчас не видим но предполагаем что существует какое-то устройство которое позволяет этот песочек как бы перемещать в сторону задней части потому что иначе как он будет просто лежать и все кто его будет двигать человека с лопатой здесь нету для того чтобы этот бункер сюда установить пришлось снимать задний борт то есть мы видим что бор демонтирован кронштейны под него под крепление ну под задний борт есть а самого борта нету ну это объясняется тем что установлено устройство для обслуживания дорог поэтому когда все вернется на исходный автомобиль снова станет самосвал задний борт установится задней части у нас есть вот такой вал то есть он тоже с получается гидро гидромотор стоит с гидроприводом то есть песочек перемещается и попадает вот этот бункер сейчас он приподнят он опускается и туда устанавливается участок его нету но это по сути песка раза песка разбрасыватель в передней части на кабине установлены фары дополнительного освещения на крыше кабины таких маячков у нас 21 в передней части 1 задней части в кабине имеются два пульта управления один пульт управления выполнен в виде переключателя с тремя положениями нулевое первое второе этот переключатель позволяет переключить гидравлическую линию либо на работу самосвальной установки чтобы она работала в штатном режиме как самосвал либо на работу гидравлической системы вот этой коммунальной машины пульт управления у нас достаточно простой который установлен в кабине перед водителем имеет кнопки включения питания Освещение, которое на крыше кабины дополнительное, которое я сказал, ну и маячки, которые установлены в задней части и в передней части кабины. Отдельный выключатель стоит на бункер, который позволяет выполнить подачу песка в заднюю часть машины для пескоразбрасывателя. Ну и, соответственно, кнопки управления отвалом. И зимой, и летом на ней можно работать. Да, летом самосвал, зимой машина для обслуживания дорог. Да. Ладно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Будем отвечать. Всем пока. Всем пока.